Учебный год, стартовавший в 2022 году, стал юбилейным для 40-й школы, одной из самых молодых в Новоуральске. Это образовательное учреждение четверть века занимается воспитанием и образованием юных новоуральцев. За 25 лет из стен школы вышло немало выпускников, которые, к слову, привели учиться в любимую 40-ю и своих детей. А многие педагоги, окончившие это образовательное учреждение после вуза, вернулись сюда уже работать. Накануне актовый зал 40-й школы стал местом встречи добрых друзей. С места событий сюжет Валерии Коневой. В далеком 1997 году самый большой школьный корабль под номером 40 отправился в свое далекое и успешное плавание. В течение нескольких лет школа была единственным учреждением нового района Южный, исполнявшим роль социально-культурного центра с многопрофильной системой дополнительного образования. Судьба, наверное, не каждому в жизни дарит такую возможность начать сначала в новой школе с новым коллективом. Я действительно благодарна судьбе за то, что мне выпало такое счастье, чувство огромной ответственности. Сегодня учебный год в новой школе начинает около тысячи учащихся. И, конечно, от нас и от меня и от моих коллег зависит, какими вырастут дети, которые будут жить в новом веке, в новом тысячелетии. И в архивах новоуральской обещательной компании до сих пор есть хроника событий тех лет. Сегодня мы идем с визитом вот сюда. Это сороковая школа. Молодая, просторная, светлая и большая. Но это не главное. Главное, что это школа полного дня. Что есть такое школа полного дня? Для получения ответа на этот вопрос вам необходимо сделать следующее. Взять немного от дворца спорта, дома пионеров, станций юных техников, щедро добавить туда музеи, художественную школу, библиотеку. Все это тщательно перемешать и интегрировать в большую современную светлую школу. В итоге мы и получим искомое, то есть школу полного дня. В эту субботу школа встретила свой 25-й юбилей. Гостями торжества стали многие новоуральцы, от мала до велика. Есть среди мужества школ на планете. Школа, где радость ее, это дети. Где много прийти за думок идей. И школа радостно встречает детей. Школа родная, под номером сорок. Любовь, дороги, знакомь нам и добра. Со сцены прозвучали слова поздравления. Многие гости вспоминали богатую 25-летнюю историю учреждения. Было немало и событий, и выдающихся учеников, и педагогов. Я думаю, что сегодня школа находится на переднем плане. Почему? Потому что это самая, самая, не просто огромная школа. Это школа, где всех больше детей, чем в других школах нашего города. А это есть определенная ответственность у педагогического персонала, ну и самое главное у директора. Особые слова благодарности ветеранам школы, всей команде корабля, низкий поклон. На сегодняшний день школа имеет имя и занимает достойное место среди всех образовательных организаций города. Дети, родители с удовольствием ведут вашу школу детей учиться, а выпускниками вашими можно только гордиться. Дорогие мои, мне сегодня очень сложно отделить полномочия, которыми меня наделил начальник управления образованием, и личное. Потому что я всегда была и буду одной из вас, учителем, заместителем директора и просто мамой сороковой школы. Школа для меня – это моя семья. Я сегодня поздравляю вас всех с нашим 25-летием. История школы берет свое начало 1 сентября 1997 года. Тогда она распахнула свои двери для 957 учеников. Эти ребята стали первыми. А встречали их 89 педагогов. 11 из них по-прежнему работают в школе, уже ставшей родной. У нашей сороковой сильные традиции. Выпускники приводят своих деток, а зачастую и возвращаются, чтобы встать рядом со своими педагогами в почетной роли наставника. Я как мама здесь тоже была. Моя собственная дочь закончила здесь 11 классов с серебряной медалью, а теперь она кандидат химических наук. Еще воспоминания. Другие мои ученики, стобальники по химии, которые теперь продолжают, ну скажем, не мое совсем дело, но химическую науку двигать вперед. Воспоминания о коллегах. В этой школе три учителя, я с ними вместе работала, которые были моими учениками. Сначала я их выучила, а теперь они работают со мной. Два учителя физики, учителя информатики. А вот сейчас увидела, что еще учителя и начальной школы, мои бывшие выпускники. А еще, знаете, наверное, самое дорогое воспоминание. Вот есть песня «Пройдешь по тихим школьным этажам». Вот когда идешь по этим этажам, вспоминаешь, здесь было одно дело, здесь другое, здесь столкнулась с этим ребенком, здесь увидела этого ребенка. Но самое главное, конечно, это дети в школе. Мы с ними молодеем. Они нас любят, мы их любим. Это здорово. Школа с самого момента возведения рассчитана на 1175 учащихся. Отмечу, что сейчас в ней проходит обучение 1172 школьника. А за 25 лет работы из стен учреждения выпустилось более 2000 новоуральцев. И для каждого из них, и педагога, и ученика, и выпускника, школа – это второй дом. Наша школа, наш дом. Мы ее создавали. По крупицам традиции мы собирали. Это наша семья. Каждый дорог и значим. И всегда сообща, мы решаем задачи. Нас Людмила Валерьевна всех вдохновила. И была к нам строга, и как мама любила. Здесь мы делим всегда вместе радость и беды. Нам за эти года вышло много изведать. Здесь и время бежит по-другому над нами. Жизнь учебными мы отмеряем годами. Очень любим тебя, школа наша родная. Гордо, мы говорим, наша сороковая. Порой мы даже не осознаем, какую роль в наших жизнях играет школа. Эти уроки, звонки, шумные одноклассники. Но всегда отрадно вспомнить, как вместе с нами росли еще десятки мальчишек и девчонок. Менялись от года к году. И меняли людей вокруг себя. Самое главное, чтобы точно так же, как у учителей и выпускников школы номер 40, у каждого из нас осталось в душе то школьное и неповторимое тепло. Валерия Конева, Павел Сизов, Объектив. Итоги.